Дорогие друзья, мы продолжаем. Вы знаете, в прошлую субботу в центре Минска вернулся уже традиционный фестиваль «Джазовые вечера» с банком Белл Веб. О том, как прошел прошлый уикенд и чего ждать меломанам 17 и 24 июня, спросим у Андрея Калины, программного директора и режиссера фестиваля. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Приветствуем вас. Судя по кадрам, которые мы видели в интернете, то прошло все на ура, потрясающе, феерично. Какие есть отзывы, расскажите? Ну, отрицательных отзывов я не знаю. Наверное, потому что больше обращал внимание на настроение, а оно было просто потрясающе. Многотысячная аудитория в самом центре Минска. И я думаю, что это не только любители и знатоки джаза, но наверняка еще и случайные прохожие попали на наш концерт. И, конечно, это и выступление белорусских музыкантов, это выступление маленькой звездочки, пианистки нашей семилетней Софии Курлович. Это выступление нашего гостя из Амстердама Харрисона Янга и, безусловно, хедлайнера прошлого джазового вечера, просто мировой звезды Скотта Хендерсона. Это такой уровень музыкального исполнительства, что я бы сказал это словами Балдиса Пельша. Я угадаю эту мелодию с двух нот. С двух нот стало понятно, кто сегодня даже не царь, а бог на концертной площадке джазовых вечеров с банком Билл Вэб. Скажите, а вот есть статистика, какого количества людей пришло на мероприятие? Вы знаете, я в этот момент не занимался подсчетом, но предполагаю, что, наверное, 4-5 тысяч зрителей должно было быть. София, конечно, растопила сердца зрителей, которые пришли. Она открывала концерт и сразу притянула к себе внимание абсолютно точно. Мне очень нравилось, когда она подыгрывает, она и напевает, и так вот танцует. Это было очень мило. Вы с ней разговаривали? Какие у нее эмоции были по этому поводу? Такая толпа людей смотрит на нее. Вы знаете, она такой очень спокойный ребенок, совершенно дисциплинированный, собранный. Я водил ее за руку, приводил на саундчек, она репетировала, водил в гримерку. Все было совершенно так спокойно. Я даже удивлен был, что она себя вела совершенно не как ребенок, а как совершенно взрослый, состоявшийся артист, который четко понимает, ей нужно выйти на сцену, поздороваться, постоять рядом с официальными лицами, которые открывали пятый сезон джазовых вечеров, пройти за инструмент, сыграть, совершенно четко, получив цветы, как опытный боец, она положила их в нужное место. После выступления она взяла букет, пошла с ним за кулисы. То есть просто вот совершенно отработанный ритуал поведения на сцене. Не все взрослые так делают, правда? Далеко не все. Андрей, ну вот прошлый уикенд прошел, еще два уикенда нас ждет, 17 и 24 числа. Расскажите, что будет завтра? Завтра по количественному составу участников, наверное, будет самый массовый концерт. К нам приедет биг-бенд из Гродно под управлением Бориса Мягкова. Они покажут часть своей юбилейной программы, потому что в прошлом году этому оркестру исполнилось 15 лет. Этот коллектив больше выступает за границей. И белорусская публика его практически не знает. Ну да, имя не сильно наслухо. В этом году мы решили познакомить минского слушателя с творчеством этого коллектива. Прозвучат мировые джазовые хиты в оригинальной обработке. Именно вот руководителя этого оркестра Бориса Мягкова. Покажут часть своей новой программы трио Константина Горячего. Ну, я думаю, что это трио, это уже эталон фортепианного трио не только в Белоруссии. Вот. И плюс сегодня прилетают два гостя из Чили. Это замечательный трубач Кристиан Косюруфо. И, на мой взгляд, еще одна мегазвезда мирового джаза. Это бас-гитарист. Вот нам всем кажется, что бас-гитара – это аккомпанирующий инструмент. А в руках этого музыканта этот инструмент становится сразу солирующим в оркестр. Завтра в этом убедимся. Да. Он обладает феноменальной техникой. Он после выхода его первого альбома в 2005 году был признан лучшим музыкантом на континенте. Выдающийся музыкант. Он будет выступать с нашими ребятами, с тем же самым Константином Горячим вместе. И когда наши ребята изучили его музыку, сказали, что она безумно красивая и чрезвычайно сложна. Зовут его Кристиан Галвис. И это такой обаятельный латинос выйдет на сцену. Я думаю, что растопит сердца всех женщин, собравшихся на Площади Свободы. Андрей, у нас осталась буквально одна минутка до завершения нашего эфира. Тогда еще два слова о том, что будет 24-го числа. Посмотрите, такой короткий анонс, что будет через... С 24-го к нам приедет музыкант из Туниса и покажет некий симбиоз такой джаза и арабской музыки. Вот, очень интересно. И, естественно, какой джазовый фестиваль может обойтись без темнокожего вокалиста? И кто это будет? Глифф Джонс. Серьезно? Который специально летит к нам из Америки. Ой, какие потрясающе насыщенные выходные нас с вами ожидают. Осталось только найти время для того, чтобы прийти и посмотреть на все это. Мы вам желаем удачи. Благодарим вас за то, что вы находите силы и возможности всем этим заниматься. И за то, что в нашем городе Минск может считаться культурной столицей. Это на самом деле здорово. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Калина был у нас сегодня в гостях, дорогие друзья. Мы продолжаем. И наш эфир совсем скоро продолжится.